Сергей Дианисимович, здравствуйте. Добрый день, Мария. Добрый день, уважаемые зрители. Здравствуйте. Ну, наконец-то, Тюменская марка стартовала, да? Расскажите, сколько в этом году участников? У нас в этом году будет 100 участников, в прошлом году было 80. Но количество участников – это точно не цель Тюменской марки. На сегодняшний день нам главное, чтобы было качество. Это значит, компания должна быть открыта, она должна стремиться к развитию, она должна быть энергичной. Ну вот вы сказали как раз про развитие. Тюменская марка часто трансформируется немножечко из года в год. Вот в этом году она снова будет особенной? Что-то новое добавили? Да, новое будет обязательно. В этом году мы изменили подход к номинациям. У нас в прошлом году было 7 номинаций. И самое главное, что победители потом боролись и между номинациями тоже. То есть всего было у нас 3 победителя. И в итоге получалось, что, допустим, небольшое предприятие, какое-то в сфере услуг, оно могло встать в конкуренцию с крупным предприятием промышленным. И, ну, соответственно, как бы предприниматели выразили мнение, что это не совсем удобно конкурировать с такими крупными предприятиями, небольшим, а победителями хотят быть все. И поэтому по просьбам предпринимателей, в том числе, мы всегда проводим такие, как бы потом рефлексию по итогам конкурса. В этом году мы сделали 5 номинаций. И компании разделили именно по группам. То есть микропредприятия соревнуются с микропредприятиями. И причем отдельно производственники, отдельно услуги. И, соответственно, точно так же у крупных предприятий. И в этом году, в отличие от прошлого года, у нас будет 5 победителей. В прошлом году было 3. Ну и самое главное, то есть мы оставили ту же самую структуру. Это будет формат телешоу, но внутри этого телешоу мы постараемся сделать так, чтобы это было еще интереснее, еще больше, как говорится, конкуренции, еще больше пользы, чтобы было для предприятия. Ну вот как раз про пользу, да, мой следующий вопрос. Совсем скоро стартует у участников образовательная программа. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом. Чему будут учить участников? Кто будет их учить? Образовательная программа – очень важный элемент конкурса. Это возможность для компании, как сейчас говорят, прокачать свои скиллы, то есть и мягкие, и жесткие. И здесь это в том числе не только развивает компанию, это развивает и сотрудников компании, в том числе и личный бренд каждого сотрудника. То есть конкуренция же лично ее никто не отменял. Вот, и здесь как бы есть возможность очень хорошо себя продвинуть. Естественно, что на компанию это влияет очень сильно. У нас уже сформировался пул наших местных, очень сильных спикеров, очень сильных тренеров. Но в том, тем не менее, мы все равно приглашаем известных московских тренеров. Поэтому здесь в этом году будет тоже как бы очень сильный состав наших тренеров. И будет всего 9 образовательных мероприятий, где можно будет пройти какие-то тренинги, нетворкинги, получить какие-то обучающие семинары. То есть очень эффективно поработать. Ну, наверное, самые главные тренеры для участников – это их наставники. Я напомню, их 5 в этом году. Светлана Худякова, Мурат Мурпиисов, Валерий Гуд, Юлия Денека и Ольга Изикеева. Вот в чем будет их роль? Чем они будут помогать участникам? Ну, их роль очень ответственна. Задача наставников – ну, естественно, что довести лучших победителей до… Точнее, лучших участников до победы, чтобы они стали победителями. Но очень важный момент, на самом деле, это процесс подготовки вот к этому финалу. Потому что от наставников участники ждут экспертного взгляда со стороны, чтобы они посмотрели на деятельность предприятия вот своим экспертным взглядом и подсказали новые какие-то идеи, может быть, подсказали какие-то изменить маршруты в своем бизнесе. Ну, естественно, что проекты, с которыми участники выйдут до финала, их нужно отточить до совершенства и подготовить самих участников. Вот, кстати, как раз про проекты. Это, наверное, такая уже традиционная, но и одна из самых важных частей конкурса. А в этом году снова участники готовят свои проекты. У вас уже есть какие-то ожидания по этому поводу? Ожидания, безусловно, есть. Самое главное, чтобы эти проекты были интересны и полезны для самих конкурсантов, чтобы они действительно помогли им развить свой бизнес. Вот это вот самая главная цель. Ну и, безусловно, если этот проект будет интересен, это очень хорошо, потому что у нас есть еще и телезрители, им тоже должно быть интересно посмотреть. Это да. Ну вот если вспоминать конкурс прошлого года «Темерцкую марку-2020», год вообще был непростой, особенно для бизнеса, наверное. Но, тем не менее, как вы уже сказали, 80 конкурсантов приняли участие, а это, я считаю, немало для прошлого года. Чем вот еще, на ваш взгляд, запомнился прошлогодний конкурс? Прошлогодний конкурс был очень интересен, в первую очередь тем, что мы с вами знаем, какой был год. Это год был непростой для всех. И для нас, и для всего бизнеса был вызов, как же сделать этот конкурс так, чтобы вот в условиях этих ограничительных мер конкурс, ну, сначала стоял вопрос вообще, состоялся, чтобы он. Вот, а второе, чтобы он был таким, чтобы не потерял своей актуальности, значимости. И поэтому настоящие мозговые штурмы проходили. Традиционно мы к этому привлекаем наших предпринимателей, они нам дали идеи. Не могу не сказать про нашу торгово-промышленную палату, потому что представители торгово-промышленной палаты тоже участвовали в этом. И вот сделали такой формат телешоу, совершенно новый формат. С большим опасением мы к этому подходили, но и не могу обойти стороной компанию «Тюменское время», потому что вклад в то, чтобы этот конкурс стал интересным, был очень огромный. Поэтому очень все удалось. Было более миллиона, мы знаем с вами, что контактов с нашим населением, замечательным нашего города. Это хороший результат. И компании дали замечательный отзыв. Я очень надеюсь, что в этом году интерес будет такой же высокий даже еще, А вот интерес предпринимателей, вот он не ослабевает из года в год тюменской марки. Как вы считаете, почему у бизнеса тюменская марка пользуется таким успехом? Ну, конкурс это в первую очередь, ну мы знаем, что вот раньше это были выставки, сейчас это вот формат телешоу. И главная цель всех этих мероприятий, с одной стороны, одна из главных, точнее, целей – это популяризация бизнеса. То есть для бизнеса популярность – это главный, в общем-то, двигатель ихнего успеха. Потому что, ну, мало компаний, ну, наверное, разведчики только не стремятся опишировать свою деятельность. А для компаний, для бизнеса главное, чтобы о бизнесе узнало как можно больше людей. И поэтому вот этот конкурс, он такой инструмент дает и очень эффективно дает. Следующий по эффективности, пожалуй, это вот возможность как раз с помощью образовательных программ себя очень сильно усилить, узнать что-то новое. Момент следующий – это так называемые нетворкинги, общение в своей среде. И часто на это не обращают внимания, но я вот уже на протяжении нескольких лет наблюдаю, как компании, у которых есть вот эта вот жилка, к активности, к взаимодействию, они между собой начинают общаться и просто вот только за счет этого выходят на новый уровень. Смотришь, вот первый год пришли, участвуют, их и не видно, и не слышно, а второй год уже о них все знают, они уже на виду, и это дает очень хорошие стимулы для развития бизнеса. Вот про развитие продолжим тему. Тюменская марка, ну, это давно уже, наверное, вы согласитесь со мной, не просто конкурс, а такой бренд хорошего города. А что дает Тюменская марка городу, на ваш взгляд, его развитию, бизнесу? Вот я сейчас отвечу на этот вопрос, но хочу еще к тому чуть-чуть вернуться. Самое-то главное, ну, не самое главное, конечно, но один из моментов, это победители получают призовые. То есть вот в этом году, например, это будет 400 тысяч рублей, то есть пять участников конкурса по одному в каждой номинации получат по 400 тысяч рублей. Я думаю, что это тоже тот приз, за который стоит побороться. Конечно. Для города Тюменская марка тоже очень важный момент у нас. Я думаю, что все уже согласятся, все понимают, что экономика лежит в основе всего. Когда сильная экономика, можно уже говорить и о культуре, говорить о спорте, говорить еще о каких-то вещах, говорить об инфраструктуре. При этом я говорю, что понятно, эти вещи взаимовязаны. Вот сейчас как бы в эти детали не хотелось говорить, но все равно в основе у нас экономика. И поэтому Тюменская марка помогает создать вот тот какой-то особый драйв, новое движение, новые услуги, активизировать там где-то население. И вот эта вот активность, она создается, это усиливает экономику города. И, кроме того, это очень хорошее такое тоже событийное мероприятие. Поэтому все получают положительные эмоции, усиливается экономика, наши компании становятся сильнее, и наше население сможет получить больше услуг и больше рабочих мест. Ну вот, если коротко, да, мы как раз с вами уже упоминали о том, что в этом году наши телезрители снова будут иметь возможность наблюдать за конкурсом. А вот телезрители смогут принять в каком-то качестве в нем участие? Телезрители традиционно являются одними из основных, а может, пожалуй, и как раз главными участниками конкурса, потому что все в итоге делается для нас, для горожан, а мы же являемся и телезрителями. Поэтому, конечно, в этом году мы сохраним возможность телезрителям выбрать победителя по номинации приз зрительских симпатий. У нас тоже будет определен победитель конкурса. Им может стать любая компания, не обязательно это у нас победитель финала. Ну и все это благодаря тому, что Тюменское время, компания Тюменское время очень активная. Я вот это и не лезть, и даже это не комплимент. Это объективная реальность, то есть с абсолютной самоотдачей помогают нам создать вот этот вот конкурс. Спасибо большое. Сергей Денисович, ну и вам спасибо огромное. Ну, за беседу и, конечно, хорошего дня. Спасибо. Всего доброго.